Сегодня, 5 сентября, день благотворительности. Получается, у нас что-то вроде профессионального праздника. Хотя слово праздник не у всех вяжется с ситуацией, когда кому-то нужно приходить на помощь. Но поверьте, то чувство, когда при твоем участии ребенок начал ходить, сумел сделать то, чего не мог еще вчера, преодолел болезнь, вот оно намного круче многих и многих праздников. Вот именно об этом хочется говорить, когда речь заходит о благотворительности. И сегодня мы вновь даем возможность изменить одну детскую жизнь. Мальчика зовут Ваня, ему 10 лет. Он любит мультфильм «Трое с простоквашиной» и кататься на машине. Еще у Вани детский серебральный паралич. Он все понимает, но управлять своим телом ему очень и очень сложно. Он каждый день занимается и с педагогами, и с бизнес-инструктором, но этого мало для того, чтобы изменить ситуацию. Ваня хочет ходить, но для этого ему нужно ставить ногу на стопу, исправить ситуацию, готовую в детском институте ортопедии имени Турнера. Операций будет две, одна за одной. И все это время Ване и его маме нужно будет жить в Санкт-Петербурге. Мама воспитывает мальчика одна и, конечно, без посторонней помощи им не обойтись. Привет, привет. Как у тебя дела? Ваня улыбается на приветствие педагога. Занимается он с радостью, хотя со стороны это может показаться несерьезным. Провел палочкой по ксилофону. Но сама возможность выполнить просьбу, скоординировать свои действия и получить результат, для ребенка с серьезным поражением центральной нервной системы действительно достижение. Диагноз детский церебральный паралич Ване поставили в год. Сколько больниц и санаториев они проехали, Марина, мама Вани уже избилась со счета. Четыре года практически ежедневно занимаются в «Планете любви» Кирсановском центре для особенных детей. Этот пальчик в лес пошел, Ваня улыбается. Этот пальчик, да, грипп дошел. Логопед разминает Ванины руки. Так легче всего достучаться до тех зон мозга, которые отвечают за речь. Ольга Станиславовна уже услышала первое сказанное Ване «да» и очень верит, что ему есть куда развиваться. Ваня очень общительный, он когда приходит, он всегда улыбается, он даже нас узнает уже по голосу, понимаете? Он вот, я начинаю говорить с ним, там, ему «доброе утро», если он утром приходит, там, все. Он реагирует очень. Ты ходить хочешь? Давай с тобой поприседаем и будем ходить, да? Ну, хорошо? Мы договорились? Ваня, конечно, хочет ходить, но приходится раз за разом приседать и делать то, что говорит тренер. Ване сложно, мышцы у него настолько спазмированы, что даже держать спину ровно не получается, даже сидеть тяжело. Тренажер гросса как раз помогает немного снять эту нагрузку и перейти к упражнениям. Давай с тобой попустимся на коленочки. Опускайся. Вставай, молодец. Садись. Хорошо. Поднимайся. Вставай, вставай. Вставай, мой хороший. Тренер Елена разговаривает с Ваней как со взрослым. Двигаться и говорить ему очень тяжело, тело раскоординировано, но дети с ДЦП находят возможность коммуницировать. Мы его понимаем, мы разговариваем с ним как со взрослым, он нам может ответить, рассказать, даже показать. Ну-ка, высоко-высоко поднимай, покажи, как ты можешь ножки поднимать. Лечения и работы впереди очень много. Чтобы легче было вставать на ноги, Ване нужно уже в ближайшее время пройти через две операции. В Институте детской ортопедии имени Турнера их могут сделать одно за другой. С возрастом, если ему сейчас не прооперировать ножки, будет еще хуже. Потому что ему сейчас очень с трудом, ну вот, обуваю его весеннюю-осеннюю, там вот зимнюю обувь, я не могу ему надеть, потому что очень тяжело. Находиться в Питере маме с Ваней придется несколько недель, хотя сама операция делается по квоте. Дополнительные расходы, связанные с проездом, проживанием, обойдутся примерно в 70 тысяч рублей. Для того, чтобы помочь Ване, зайдите на наш сайт tvtombov.ru. Там, среди проектов, найдите «В наших силах» и в подразделе «Помощь» есть контакты и реквизиты всех наших героев.